МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Альметьевский государственный татарский театр. Драматический театр. Большое длинное название. Здравствуйте еще раз. Как прошел спектакль, на ваш взгляд? Потому что вы уже отыграли. Что было самого интересного? Все ли прошло так, как должно было пройти? Бузель? Я не думаю, что всегда проходит все идеально. Естественно, какие-то были нюансы, которые, может быть, нас не устроили. Но в целом спектакль прошел хорошо. И самое главное, что зритель нас принял. Принял очень хорошо. Зритель, мало того, принял, он нас понял, он почувствовал. И мы достучались до сердеца нашего зрителя. Это самый главный эффект. Вообще на сегодняшний день на этом фестивале самое главное – это сердце, его наличие. Наличие сердца, наличие души. И поэтому мы очень рады были представлять наш спектакль и очень рады были этому отклику. Фрида, вот с вами говорили как раз на спектакле, потому что я тоже была, о том, что много пришло ваших собратьев, много татар было на спектакле. Что говорили? Все-таки подходили, несли цветы, говорили, что, ребят, ну спасибо, вот от души. Да, конечно, безусловно. И цветы были, и благодарность была. Я хочу выразить всем татарским общественным организациям. В общем-то, я хочу поблагодарить театр Самарской площади. Они мне сказали, что они индивидуально, персонально татар собирали. Ну, конечно, там не только наши были соплеменники, были там молодежь, студенты, в общем-то, все неравнодушные к театральному искусству. Спасибо. Ну вот, к сожалению, на сам спектакль не всем, наверное, желающим удалось попасть, потому что мы все равно ограничены местами в зрительном зале, поэтому для более широкой аудитории, для нашей публики, давайте покажем небольшой фрагмент спектакля и вернемся еще поговорим. Хорошо. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Насколько это важно, на ваш взгляд, Гюзель, вы как режиссер, вы главный режиссер театра. Насколько, по-вашему, важно именно национальную составляющую привозить и показывать, и давать возможность другим национальностям посмотреть, как это выглядит изнутри, с другой стороны? Вообще, когда говорят национальная составляющая, я немножко теряюсь. Что такое национальная составляющая? Это ментальность, да? Но мы привезли Шекспира, в нем многонациональная составляющая, с какими-то оттенками, возможно. Здесь, например, у нас слышно было, что язык татарский, он быстрее, чем русский, да? Русский более напевный, у нас более быстрый. Это показывает экспрессивность нации, но это незаметно, потому что мы говорили об общечеловеческих ценностях. И Шекспир говорит об общечеловеческих ценностях. И вот этот месседж, который идет в зал, он действительно такой, это космополитизм в полной сфере, если я правильно, конечно, выразилась. И поэтому говорить о национальной составляющей, многонациональной стране, мне кажется, немножко не точно. Мы говорили о тех ценностях, которые людей объединяют. Вне зависимости от цвета кожи, от нации и вероисповедания. Да, можно мне вот по этому поводу. Когда говорят национальный театр, всегда почему-то представляют только этнику, этническую. Мы много ездим по фестивалям, и наша цель, наша задача разделить. Этнические есть фестивали, пусть они будут, конечно, но есть какие-то общетеатральные культуры, что-то такое общее, которое нас объединяет. Поэтому национальные, немножечко такое, очень широкие понятия. Ну, на самом деле, это так, потому что многие зрители, они, кто-то под конец спектакля, я знаю, снимал наушники, потому что уже как-то, видимо, адаптировался. А кто-то изначально даже не брал, хотя не знает татарского языка, потому что надеялся на какое-то духовное, наверное, понимание Шекспира, да, и на прочтение там и так далее. И такие моменты были. Это всегда бывает, когда вы вот возите Ромео и Джульетту? Да, это бывает всегда. Да, и даже уважаемые критики, театроведы, которых, в общем-то, мы очень ждем на фестивалях. Мы ведь на фестиваль еще приезжаем не просто свое искусство показать и на других посмотреть, мы мастер-классы от них получаем, мы очень много мы учимся. Вы понимаете, и всегда они говорят, а нам не нужен был ваш наушник, в общем-то. Мы, говорит, его снимали и понимали, говорит, вас. Ну, понятно, тем более, мировую классику. Потому что есть театральный язык, и он понятен всем. Конечно, вот это прям тонкое очень, на мой взгляд, замечание. Театральный язык, наверное, все люди, кто не только работают, но и просто любят театр, да, все это понимают. О чем еще хочется с вами поговорить? Вы один из театров, который уже сторожил фестиваля. Вы два года назад на прошлый фестиваль взяли, тем более, две номинации. Это лучшая режиссура спектакля и мужская роль второго плана. Вот когда в этот раз уже еще знали, что будет второй фестиваль, волготеатральный, уже же, наверное, точно знали, что, ну, мы-то точно поедем, да, что в тот раз так успешно все это было. Как выбирали спектакль? Как вот у вас происходил вот этот подготовительный момент? Вы знаете, когда позвонили Союза театральных деятелей Самары, они немножечко шутя, но и серьезно сказали, мы без вас фестиваль проводить не будем, как бальзам на душу. Очень приятно стало. Здесь нас уже запомнили. Это ведь дорогого стоит. Я не стою повторять, что это очень хороший фестиваль, очень как-то по-свойски, очень теплый, очень душевный, общение здесь происходит. Видимо, Волга нас объединяет. Я так понимаю, Волга театральная. Людмила, у вас что-то по этому поводу, что сказать? То есть вы когда поняли, что именно этот спектакль, какие-то, может быть, артистам говорили какие-то наставления, что ребята, надо вот так-то там по-фестивальному как-то отработать этот момент? В нашей труппе нет понятия фестивально отработать или отработать просто. То есть зритель всегда в зале сидит один и тот же. Зритель, который ждет представления. Зритель, который ждет ощущения. И ничем не отличалась работа театральной труппы от работы, например, в стационаре. Но, естественно, такой теплый город, по-южному теплое солнце. И нас хорошо встретили. И организаторы фестиваля молодцы. Мы им прям поклон такой из татарской земли. Потому что нас очень хорошо встретили. Естественно, ребята отработали, я думаю, что почти на 100%. И насчет спектакля, вы знаете, тут уже выбор был давно сделан. У нас есть проект «Четыре стороны света». Там есть «Искандеровские спектакли» «Искандеры Сакаева». В Белго-театральной первой фестивале мы знакомили зрителей с Мещанской свадьбой Брехтова постановки «Искандеры Сакаева». И снова «Искандар Сакаев». И снова это классический репертуар из этого проекта. Спасибо вам огромное, что пришли. У нас есть еще гости на сегодняшнюю программу «Горотес». Поэтому с вами не прощаемся, говорим «До свидания». И следующих гостей приглашаем. Спасибо огромное. Всего доброго. Итак, Пермский театр юного зрителя в программе «Горотес». Здравствуйте. Представляет этот театр Михаил Скомарохов, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель театра и директор театра Марина Зорина. Михаил Юрьевич, вот у вас спектакль прошел буквально вчера-позавчера. Какие впечатления от нашего зрителя? Все ли так было, как должно это было быть, как проходит это в Перми? Ну, несмотря на то, что сложности были с установкой, декорацией, расположиться на вашей большой и прославленной сцене, я думаю, что прошел спектакль хорошо. Очень понравилась ваша самарская публика. Она замечательная, она тепло принимала спектакль. Сегодняшнее обсуждение критиков тому свидетель. Они хорошо нас обсудили и очень доброжелательно, и тепло. Ну, скажите, сейчас что-нибудь? Нас-то не пускают туда на обсуждение уже на следующий день? Ну, там говорили какие-то профессиональные вещи. Разбор был серьезный о том, что этот спектакль продолжает хорошие традиции нашего русского психологического театра, что немножко в последнее время гаснет. Ну, современная пьеса, ассоциации такие с сегодняшним днем, я это называю злободневностью. Вот эта злободневность иногда, она превалирует в театре. А хотелось бы все-таки не забывать наше самое главное. Вот разговор о душе, о добром, о светлом, о тех проблемах, которые ставит перед нами сегодняшняя жизнь. Я хотел бы сказать несколько слов не о спектакле. О чем? Не нам судить, да? Пусть это зритель скажет. Я хотел сказать, что замечательное вот все это дело, что организовали такой фестиваль. И я думаю, правильно приняли на ассоциации городов Поволжья решение о создании такого фестиваля. Мы впервые здесь, и нам очень понравилось. И, конечно, я понимаю, что фестиваль был организован благодаря вашему Самарскому отделению союза театральных деятелей. Конечно, они и так бились за этот фестиваль. И, конечно, и здесь огромная, огромная просто заслуга и первого лица председателя вашего отделения. Поэтому Владимир Александрович всех встречает, переживает за этот фестиваль, бьется за него. И мы хотим, чтобы его поддерживали все. Я вам больше скажу, Владимир Александрович, когда к нему приходят в спектакль, вот на дисках посмотреть, он потом вот рассказывает с таким воодушевлением, и говорит, посмотрите, посмотрите. Ну, это всем нужно смотреть, это всем срочно нужно видеть, потому что все-таки лучшее, наверное, выбирается от театра. Потому что председатель, прежде всего, артист. И любимый артист Самарскому отделению. И переживает за театры, да? Марина, с вами. Марина Аркадьевна, пусть она погибла. Да, какой момент обсудить? Вот смотрите, вот Михаил Юрьевич, он режиссер, он такой весь творческий. Да, но тем не менее, как директор театра. Вот вы же знаете, что есть история с коммерческим спектаклем, есть такое, как коммерческие спектакли, а есть некоммерческие спектакли. Театр должен все равно зарабатывать деньги, так или иначе. Можно зарабатывать деньги на классики? Можно ли получать прибыль от не таких вот комедий, которые сегодня есть, завтра нет, а от вечного? Марина, ваш вопрос очень понятен. Но я просто хочу сказать про наш театр, поскольку мы театр юного зрителя, у нас нет коммерческих спектаклей. Мы как раз, вот Михаил Юрьевич может больше про это рассказать. Мы работаем для детей от 4 лет и до 90 к нам ходят люди. Дети по 90 лет к вам ходят. Да, потому что они становятся бабушками и дедушками в свое время и снова приходят к нам в театр. Поэтому мы работаем для младших, для подростков, для молодежи и просто для вечерней публики. Мы театр для всех. Но поскольку мы все-таки детский театр, мы стараемся держать социальные цены. Да, но это правильно. И самое главное, Марина Аркадьевна, то, что на нашем театре выросло не одно поколение. Ребятишки стали взрослыми, потом у них дети появились, потом они стали бабушками. И вот я 33 года работаю. Это поколенческая штука, это очень хорошее. И они все приходят и приходят. У нас всегда аншлаги. Мы играем 300 с чем-то спектаклей в год. На стационаре у нас зал переполненный. Мы хорошо зарабатываем за счет этого. Я имею в виду за счет... Количества, да? От продажи билетов. От количества. Не повышая очень цены. От количества проданных билетов. И поэтому поддерживаем всех работников театра в зарплате. И, наверное, Марина Аркадьевна, надо к ассоциации городов обратиться, что время-то идет. Пусть они помогают как-то финансово вашему фестивалю. Во-первых, нам очень понравился город Самара. Вы удивили нас прекрасной погодой. Все говорят про нашу погоду и что-то уехали из дождя. Это не было, да. И прекрасная погода это как праздник. И праздник сам фестиваль. Поэтому спасибо Самаре, самарскому зрителю, организаторам фестиваля. Ну и прежде всего ассоциации городов по Волжье, которая придумала это прекрасное дело и поддерживает его. Мы очень надеемся, что и впредь будет поддерживать. А мы, может быть, еще не раз сюда приедем. Вы до конца фестиваля останетесь? Вашему фестивалю процветать, становиться на ноги, завоевывать все больше и больше в Поволжье. Очень много городов и очень много театров. Побольше сюда привозить на фестивали театров. Поскольку гастролей нет, так у нас хотя бы такой обмен. Мы можем себя показать, других посмотреть на это. Про других посмотреть. Вы же сейчас остаетесь до конца фестиваля. Вы же не сегодня уезжаете. Ирина Аркадьевна представлять будет в нашем театре на финале 27 числа. А я, к сожалению, завтра с оставшейся труппой вынужден полететь домой, поскольку там идет другая жизнь. Надо репетировать. Работать, работать. Работать, работать, работать. Он готовит новый спектакль на выпуске скоро. Он готовит новый спектакль. Прекрасно. А что посмотреть удалось вчера, сегодня, завтра, когда-нибудь? Наши ребята посмотрели за эти дни. И у них очень симпатичные впечатления от дома Бернарда и Альбе. От Ромео и Джульетта. Хорошее впечатление. Для нас был познавателен спектакль «Островский банкрот». Там, конечно, разные мнения. Я просто с детьми делал дипломный спектакль по этой пьесе. И в нашем спектакле заняты 6-7 артистов, которые играли в этом дипломном спектакле. Какая прелесть. Это же наши артисты нашего театра. Это наша школа. Я 25 лет преподавал. Поэтому 5 выпусков артистов, они пополняют нашу труппу. К сожалению, из Москвы, из Питера, из институтов, из Екатеринбурга не едут в провинцию. Они стараются остаться там. Так что будьте все здоровы, счастливы. Процветание фестивалю. Ну, и кроме того, что ваше отделение союз театральных деятелей замечательное, у вас и дом актера хороший. У вас условия. Вы в центре города. У вас уютный зал. У нас, к сожалению, такого нет. Раньше было, но в здании кирхи мы были. Ну, и, конечно, верующие немцы прибрали ее обратно к себе. И мы сейчас ютимся, я имею в виду союз театральных деятелей, дом актера, черти где. Ну, на хорошей все-таки ноте. Да, хочу вам сказать до свидания. Я думаю, мы увидимся. И 27-го числа еще на закрытии фестиваля увидимся. Вот. Но не просто так вас отпускаю. Зрители предлагаю посмотреть фрагмент спектакля «Господа Головлёвы» от Пермского театра юного зрителя. Меня как маменька в угол поставит, мне представляется, будто я не дворянский сын, а добытка пастуха, что на лбу у меня выросла баллона. И я рабникам щелкаю и не учусь. А Павлин показывал тут-то. Как он толокно объелся и как ноги у него сделали тоненькие. Ну, покажи, да ну, покажи, не же мать. Ну, матушка мой, батюшка, помогите мне, люди добрые. Я ведь колокна объелся. И от этого ноги у меня сделали тоненькие. Мне теперь учиться никак нельзя. Хорошо вам веселиться, дудочки. А мне за счет надо садиться. Не посчитаю, маменька меня ухтут. Да уж, ты считай скорее, а то маменька всех накажет. К обеду не пустит. Сама не ест, и нас проглот держит. Мы не Ротшильды, чтобы деньгами садить. Да только они нищие, чтобы голодать. А мы голодать не будем. А вот это пирог. Пирог, пирожище. Никак из кладовой стащил, да? Не твое дело. Дели, Анна. Вот вы где. Гляди. И снова смена караула. Друзья, новых опять гостей вам представляю. Это Алексей Петров, директор Государственного театра «Кукол» Удмуртской Республики. И Денис Токарев, того же самого театра, главный художник. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Город Ижевск, если я ничего не путаю, да? Да, все верно, город Ижевск. Удмуртская Республика, театр «Кукол». Нынче у нас в этот раз на фестивале театры «Кукол» отдельно номинируются от драматических театров. Хорошо это или плохо? Алексей? Может быть, по-разному здесь можно и подумать, хорошо это или плохо, но театрам «Кукол» никто, думаю, не запрещает на этом фестивале получить номинацию и в общем, скажем так, регламенте. Поэтому, думаю, здесь в чем-то даже преимущество, что у театра «Кукол» будет обязательно уже какой-то приз, вот в этом вполне возможно, что есть преимущество. Но зритель-то смотрит независимо от того, театр «Кукол», драматический театр, зрителю нравится, не нравится, он думает, не думает, вот он такими категориями мыслит. — Слушайте, ну вот на спектаклях театров «Кукол», вот я смотрю, потому что я посещаю в связи с тем, что тематикой этой занимаюсь, посещаю и эти спектакли, и все, в принципе, не меньше зрителей совсем. И не то, что даже, да, там школьников каких-то приглашают, чтобы там зал наполнить, а действительно взрослое население, которое приходит с удовольствием смотреть. Тут история же какая у нас, то есть это не только детские спектакли, да, это же театр «Кукол» для взрослых. — Ну, это такое у нас общераспространенное заблуждение, что театр «Кукол» — это для детей. Во-первых, театр «Кукол» изначально вообще только был для взрослых. Детей обычно и не допускали на представление театров «Кукол», если изначально посмотреть, в историю несколько веков назад. Но, тем не менее, в 20 веке это стало близко и детям в том числе, потому что детям это более доходчиво с помощью «Кукол» донести и театральные вещи, и воспитательные в том числе. Мы в своем театре регулярно ставим постановки для взрослых, и они имеют успех, причем регулярный успех, и нам это нравится. Поэтому мы работаем и для взрослых, и для детей. — Денис, к вам еще такой вопрос. Вот спектакль «Академия смеха», который привезен на фестиваль, вы художник. Насколько в рамках театра «Кукол» ваша работа в чем заключается? То есть что делаете вы для того, чтобы усилить вот это понимание зрительское, чтобы его в эту атмосферу погрузить, того, что происходит на сцене? Потому что кукла — это кукла, а ее окружение, оно тоже имеет большое значение. На самом деле постановочные возможности у театра «Кукол» широкие, и поле для фантазии, оно тоже довольно-таки масштабное. У художника в театре «Кукол» довольно-таки большая ответственность перед зрителем и перед актерами, потому что художник не только создает пространство в театре «Кукол», но и художнику приходится работать с каждым из персонажей. И эта работа, она очень интересная, очень кропотливая. Ну вот спектакль «Академия смеха» — это же тоже вроде как не детская история, и получается, что вы должны здесь отразить и то, что это театр, и то, что это кукольный вроде театр, и то, что это спектакль для взрослых. Каким образом это отражается? Спектакль «Академия смеха» — он необычный, он необычный еще и по жанру, потому что он создавался силами актеров и постановщиков театра «Кукол», а также силами режиссера из драматического театра. И вот сегодняшний формат фестиваля, здесь тоже участвуют и драматические театры, и театры «Кукол». В наш спектакль он тоже как-то вот на грани, что ли, его можно отнести и, может быть, к какой-то экспериментальной постановке драматического театра, также здесь присутствуют элементы театра «Кукол». И работа над этим спектаклем на самом деле шла интересна, потому что у режиссера, он хоть и выбрал театр «Кукол», но в то же время у него взгляд немножко... Ну, он достаточно свежий, то есть он отличается от режиссеров-постановщиков, которые ставят в театре «Кукол», и работа была очень интересная. Мне кажется, что что-то необычное все-таки вот произошло на спектакле. — Алексей, вот два года назад гран-при фестиваля как раз взял театр «Кукол», и, в принципе, никто не был удивлен, потому что настолько сильная была постановка, и все, наоборот, кивали и говорили, что «да-да, мы согласны с этим» и прочее. Сейчас слушайте, смотрите, вот что люди вокруг говорят, потому что фестивальная жизнь, она вроде все-таки... Мы как-то объединены, да, люди близкие к театру, любители театра, кто работает около театра, в театре. И все равно какие-то есть разговоры. Есть такие сейчас, что, ну, в этом году там точно не дадут там «Куклам» или, наоборот, продолжат традицию? — Пока таких разговоров нет, их может и не может быть на данном этапе. Сейчас все увлечены фестивалем, все увлечены работой. Вокруг столько творческих людей. Это будет, скорее всего, чуть попозже. Обсуждение ближе к финалу, кто чего достоин. Нужно отсмотреть все спектакли. Ну и плюс к этому хочу сказать, что чтобы не говорили люди, которые заняты в спектаклях, в любом случае будет решать экспертный совет по присуждению конкурсных номинаций. Поэтому слово за ними. А впечатление, которое каждый театр себе оставит, вот это будет, конечно, дорогого стоить, потому что те зрители, которые приехали в качестве участников фестиваля и смотрят спектакли, они увезут с собой это впечатление и будут рассказывать, что, например, видели Альметьевский театр национальный, отличная постановка, видели Пермский театр, видели Ульяновский театр «Кукол». Это все в этом общении возникает атмосфера театрального единства. А вот впечатлениях тоже еще несколько слов. Все нахваливают, нам так приятно, все нахваливают самарскую погоду, говорят, как у вас тут хорошо. Что вы, может быть, куда-то сходить успели, посмотреть что-то, как-то солнышком нашим напитаться самарским? Ну, у нас есть часть свободного времени с утра, поэтому погода у вас действительно прекрасная. К сожалению, в Ижевске в этом году она как-то не задержалась, и, скорее всего, в этом году уже и не придет. Но погода у вас прекрасна, поэтому с утра, если пройтись по городу, город просто вызывает уважение именно добротой людей, которые проходят мимо, могут даже поздороваться, например, у гостиницы. Ну, очень приятно. И плюс Волга, конечно, Волга – это зрелище такое, что, наверное, особенно из места, где мы проживаем в гостинице Волга, просто шикарный вид. Да, вам повезло, вы прямо на набережной практически живете. У вас не такая набережная в Ижевске? У нас большой пруд в Ижевске, речка не такая большая, как у вас река, но, тем не менее, пруд у нас тоже достаточно большой, километров 25 в длину. Но набережная по-своему хороша, но у вас набережная, конечно, тоже приличная очень. Еще такой вопрос, Денис. Вот на фестивале Волга театральный вы впервые, насколько мне удалось понять. А в Самаре уже приходилось бывать до этого? Или вы и в Самаре первый раз, вот ваш коллектив? Мы в Самаре были два года назад на фестивале «Радуга». Мы дружим с Самарским театром кукол, встречаемся на других фестивалях. Да, это наш тоже традиционный фестиваль. Да, вызывает уважение их работа, их творчество. Постоянно мы на связи с Ольгой Михайловной Дикушиной, с директором. Поэтому два года назад мы были последний раз у вас. После того, как город Ижевск с 2015 года вошел в ассоциацию городов по Волжье, мы получили от отделения Союза театральных деятелей Самарского приглашение после того, как они отсмотрели все материалы, которые мы отсылали. Огромное им за это спасибо. Просто низкий поклон за то, что мы все-таки появились в Самаре. Потому что для нас это очень приятно. Внимание именно городу Ижевску, в театру кукол в частности. Спасибо вам огромное, что пришли. Желаю всем сегодня, желаю всем гостям, чтобы 27 числа на закрытии фестиваля отметили жюри наших сегодняшних гостей, чтобы были призы и номинации. Уже куда вот такую статуэточку, если получите, уже решили, куда на почетное место в театре поставите? Найдем почетное место обязательно для такой статуэтки. Но я думаю, претендентов очень много. Спектакли шикарные просто. Спасибо огромное. Со зрителями прощаюсь. Обязательно все-таки найдите возможность посетить фестиваль Волготеатральный. До свидания, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!